Доброе утро! У нас с вами продолжаются библейские занятия. И я слышал, что вчера было очень хорошее слово, что церковь была ободрена. И я очень рад слышать о том, что проповедники возрастают в благодати, и Господь посещает своих людей верно. У нас сегодня замечательный день. Солнце светит вовсю. Погода в районе 20-23. И мы с вами радуемся в Иисусе Христе. Для нас то, что Он сделал, несравнимо больше всех наших ситуаций и скорбей, о которых мы будем говорить сегодня на нашем занятии. Итак, давайте мы с вами помолимся. Отец наш Небесный, благодарны Тебе за особенное время. Время, когда Ты обучаешь нас и ведешь нас, Господи, Твоим направлением. И мы смотрим на этот духовный компас, который указывает на Тебя, Иисус. Указывает постоянно на Тебя, Дух Святой. Иисус указывает постоянно на Тебя, потому что у Тебя источник жизни. И во свете Твоем мы видим свет. Мы просим Тебя благословить церковь Твою изобидно, братьев и сестер наших. Даруй нам занятия, Господи, Слово с небес. Наставь нас с раннего утра во имя Иисуса Христа. Мы молимся и просим. Аминь. Итак, первое послание Петра. Давайте мы с вами откроем. Вчера мы говорили о том, как Петр ободряет верующих, которые находятся в рассеянии. То есть, находятся под гонением. И не только в Римской империи, но это гонение повсюду. Это может быть гонение и в Иудеи, и везде сейчас на этой земле, где относятся к верующим в Иисуса Христа жестокостью и ненавистью. Итак, мы с вами видим, что апостол Петр говорит об очень важных вещах с самого начала. О том, что мы с вами возрождены свыше Иисусом Христом через Его смерть и воскресение. У нас есть с вами живая надежда, которая никогда не постыдит нас на живого Бога, который исполнит Своё Слово. Далее, мы с вами имеем хранящееся для нас наследство на небесах. Оно даровано нам по благодати. Оно, мы сейчас здесь с вами, оно уже хранится для нас на небесах. И мы обязательно вступим в это наследство вместе с Иисусом Христом. И я уверяю вас, что радости нашей не будет предела. Не из-за каких-то материальных вещей, которые мы получим, но это будет совсем другое наследство, нежели мы представляем себе сейчас на нашей земле. Это будет жизнь с самим Богом и в Его Царстве. Дальше, это наследство нетленное, чистое, неувидаемое. Оно хранится для нас на небесах. Обязательно Господь сохранит его для нас. И пятый стих, и нас тоже обязательно сохранит. И мы будем с вами спасены в последнее время. И перечисляя все эти невероятные благословения, и, конечно, их можно было сказать еще больше, и намного больше. Но Дух Господень ведет Петра сказать именно эти вещи. О возрождении свыше, о живой надежде, и также о наследии, которое хранится для нас, и Бог сохраняет нас для него. Итак, шестой стих. Вот оно, ободрение для верующих, которые находятся в скорби, в гонениях. И шестой стих говорит, об этом радуйтесь. О чем? О том, что выше было сказано. Это означает, пусть Божьи вещи, и пусть Его Царство будет намного больше, чем все скорби, через которые вы проходите. Я сегодня подумал о том, как это может стать большим в моей жизни. Христос, Его Царство, Его Спасение, Его Обетование, наследство, хранящееся для меня. И ответ такой, что это должно занимать наш мыслительный процесс в большей мере, чем все остальные другие вещи, с чем мы сталкиваемся с вами в этом мире. И тогда в нашей жизни будет реальностью это слово, что мы будем радоваться о том, что у нас есть, и это имеет вечный характер, и будем проходить наши ситуации и скорби, имея подкрепление из Царства Божьего. Давайте еще 6 стих весь прочтем. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Очень интересный стих. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного. Вы знаете, для кого-то немного это много, а для кого-то немного это немного. Меня запутал. Может быть для Петра это немного, кто-то мог бы сказать, а для меня это много. Или наоборот. Вы знаете, здесь говорится не то, что немного, там пару минут я поскорбел. Здесь говорится, что всякая скорбь в отношении того, что у нас есть, это немного. Аминь. И наши страдания здесь на земле и скорби, и ситуации, они занимают малое время по сравнению с вечностью, которую нас ожидает. Итак, мы не будем с вами говорить, сколько, сколько много, а сколько немного. Все немного в отношении того, что у нас есть много в Царстве Божьем. Дальше, если нужно, аминь. Если нужно. Итак, если нужно, аминь, пусть будет это в моей жизни. А может быть и не нужно? Может быть и не нужно. От чего это зависит, пастор? Это зависит от того, как будет. Ладно, я не буду вам говорить, от чего это зависит. Пусть это будет для вас в дальнейшем обучение. Если нужно. А может быть не нужно. Может быть и не нужно. Но тогда как будет испытано ваша вера? Аминь. Если не нужно. Почему? Потому что вера наша, она обязательно должна быть испытана. То есть, она должна быть испытана на практике, применена. Почему? Потому что наша вера, которая, кстати, возьмется в наших сердцах, появится в наших сердцах и будет утверждаться только от слышания Слова Божьего. Аминь. Наша вера не будет возрастать от каких-то чудес. Наша вера не будет возрастать от каких-то действий, церковных обрядов и так далее. Наша вера, Римлянам, 10 глава, 17 стих, будет возрастать только от слышания Слова Божьего. Аминь. Почему? Потому что это Слово Божье, которое в сравнении с мыслями человеческими, это как небо выше земли. Мы никогда бы не достигли своим умом таких мыслей, которые Господь спустил для нас, образно выражаясь, со второго этажа. То есть, с небес. Это Он открыл нам Своё Слово. Это Он представил нам совсем другой образ мышления. И этот образ мышления, Он предполагает тот факт, что Бога не видно, но есть Его Слово. И это Слово живое и действенное, потому что оно исходит из уст живого Бога, и который могуч и силен дать этому Слову силу для того, чтобы оно произвело действие в нашей жизни. Давайте еще раз прочитаем. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного. Если нужно, от различных искушений. Слово искушение – это пейрадзо. Это означает искушение злом. Господь допускает здесь, на этой земле, когда мы живем здесь, Он допускает влияние на нас сил зла. Мы можем просто принять это. Это будет происходить. И это тот факт, что Он допускает, чтобы на нас воздействовали силы зла. Вчера, кстати, я разговаривал с пастором Шайлером. Огромный вам привет! И он говорит, я всегда ободрен сообщениями из России, как Господь действует у вас. И всегда вспоминаю вас в своем сердце. И это теплые воспоминания и прекрасные конференции каждый раз происходят. Я говорю, почему бы вам еще раз не приехать? Он говорит, с удовольствием приеду. И мы будем ждать от него конкретного решения. Я имею в виду покупки билета. Итак, седьмой стих, то есть шестой стих. От различных искушений. Это означает, что мы будем обязательно испытывать действие зла в нашей жизни. Пастор Шайлер сказал, вчера его спросил, потому что он сказал в одной из своих проповедей, или несколько раз сказал, что в течение этого времени коронавируса очень серьезные проекции из демонического мира были направлены против него. И пастор Шайлер, мы с ним поговорили немного об этом, и они просто были отбиты, эти стрелы, щитом веры. И ни в малейшей степени он не пострадал. Хотя он является очень важной фигурой в духовном мире и также руководящим пастором нашего служения. Итак, искушение – это воздействие зла на нас, на верующих в Иисуса Христа. И Господь дает позволение, чтобы происходило такого рода воздействие для единственной цели, чтобы мы с вами возрастали в вере. Иначе говоря, чтобы наша вера была испытана. Почему? Потому что, слыша Слово Божье, оно обязательно должно быть испытано. Если я нахожусь в собрании, и я не слышу Слово Божье, я думаю о чем-то другом, отвлекаюсь и так далее, это будет так, что я как зашел, так и вышел. Та тем же самым. И никакого изменения в моей жизни и в моем сердце не произошло. А когда я зашел на занятия или на собрание, приготовил свое сердце к слышанию Слова Божьего, и Господь обучал меня и говорил Слово к моему сердцу, то тогда я вышел со Словом Божьим в моем сердце, и я вышел куда? Я вышел на то поле, где Господь обязательно предложит мне, чтобы это Слово, которое я принял, чтобы я употребил мою веру и применил это Слово в моей практической жизни. Аминь. Итак, я услышал Слово, я сокрыл его в сердце своем, и теперь, если оно останется в моем сердце навсегда, это как пшеничное зерно, что если оно не умрет, то оно не принесет плода, а если оно умрет, то оно принесет много плода. Итак, эти семена Слова Божьего обязательно должны быть испытаны, то есть они обязательно должны быть проверены на практике, и в этом-то и заключается смысл. А как это Слово проверить на практике, если для нас Господь не будет создавать или позволять ситуации, где мы можем это Слово применить? Аминь. И здесь написано. Итак, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, седьмой стих, очень важный стих, чтобы испытанная вера ваша, вера обязательно должна быть испытана. И слава Богу за это. Почему? Потому что это послужит к чести и к славе нашей в пришествии Иисуса Христа. Потому что это угождает Богу, когда мы с вами применяем Слово слышанное. Итак, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо золото к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Здесь мы видим с вами принцип испытания золота. Что такое испытание золота? Притча 17.3 говорит, что плавильня для серебра, горнила для золота, а сердца человеческие испытывает Господь. Это означает, что чтобы испытать или другими словами вывести из золота все шлаки, вывести из золота все то, можно сказать, вот это вот, то, что уменьшает качество этого золота. Например, я не знаю, там есть золото определенные пробы, и там примесь металлов каких-то. И здесь говорится о том, что чистейшее золото, 4 девятки, по-моему, да? Значит, оно было испытано или расплавлено много раз, чтобы вывести все шлаки, чтобы они поднялись наверх, чтобы их убрать, и чтобы внутри золото, чтобы это золото было внутри абсолютно чисто. Итак, мы с вами, когда слышим Слово Божье, мы с вами слышим золотые слова. И, значит, нам предлагается, чтобы мы в нашей практической жизни, чтобы это Слово, которое мы услышали с вами, мы с вами применили его в определенных ситуациях, и Господь тем самым очищает нашу жизнь от всякой шелухи, чтобы мы с вами все больше и больше приобретали целостный характер золота. Но это не материального золота, а золото это как бы драгоценный металл, который имеет высокую цену, и чтобы наша жизнь имела высокое качество и уровень драгоценности в явлении, значит, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Когда Христос придет за своей церковью, и когда мы будем восхищены, и когда Он придет за своей церковью, то мы встанем пред Его лицом, и, значит, всякие верующие, а всякие, уверяю, что всякие верующие получат награду, но награда будет, значит, варьироваться от степени хождения по вере и принятия благодати. Итак, каждый встанет перед Иисусом Христом, но до этого, значит, Господь предлагает нам, чтобы мы с вами, чтобы наша жизнь с вами через шаги веры, то есть через употребление и применение слышанного слова в наших ситуациях, будь это много или немного, нужно или не нужно, значит, чтобы оно, это слышанное слово, привносило в нашу жизнь удивительное качество, качество испытываемого золота, чтобы наша жизнь все больше и больше очищалась от всяких шлаков, от неверия, от греха, от сомнения, от зависти, значит, от раздражения и так далее. Почему? Потому что, если мы позволим Слову Божьему действовать через нас, оно обязательно произведет это действие Божие к славе и похвале перед Иисусом Христом. Аминь, это понятно? И, значит, наша жизнь, она приобретает все более и более качественный характер, то есть все меньше и меньше в нашей жизни шлаков вот этих вот, грязи, которая портит, которая приносит в нашу жизнь, как бы сказать, ослабляет наши руки, приносит неверие и так далее. И здесь мы с вами видим, что есть ободрение для каждого верующего, чтобы вера была испытана, чтобы она была применена. А чтобы она была испытана, то тогда нужно слышать Слово Божие. А чтобы слышать Слово Божие, то нужен проповедник. А чтобы был проповедник, то тогда его нужно обучить. А чтобы его обучить, нужно библейский институт и так далее и тому подобное. У нас с вами, слава Богу, все это есть. Мы с вами очень богаты. И я ободряю вас, чтобы мы с вами делали шаги веры, испытывали на опыте то Слово, которое мы слышим. И мы с вами никогда не постыдимся в явлении Господа Иисуса Христа, но будет только похвала и честь и слава. Аминь. Восьмой стих. Итак, седьмой стих заканчивается. К похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите. И слушайте, это вообще чудо. Я никогда не видел Иисуса Христа. И я его люблю. Вот дела. Вы никогда не видели Иисуса Христа. Я имею в виду, мы с вами не жили в то время, когда Он находился на земле. И слава Богу, с одной стороны. Почему? Потому что сейчас мы с вами получаем удивительную информацию от Духа Святого, от живого Слова, которое приносит в нашу жизнь живого Иисуса Христа. Мы его не видели, но мы его видим. Мы не видели его фотографию. И все эти картины, которые представлены для нашего обозрения, это обыкновенный вымысел человеческий. Мы понятия не имеем, как Иисус Христос выглядел на самом деле. И нам не нужно этого знать. Почему? Да потому что тот внешний вид, который описан для нас Иисуса Христа, значит, он достаточен для нас. Аминь. Что это книга Откровения, первая глава. Я увидел тот, который говорил со мной. И у него волосы белые, очи, как пламень огненный. Аминь. Ноги, подобных Алкаливану. Это, с одной стороны, Агнец Божий, а с другой стороны, это прославленный Царь, как мы его видим в книге Евангелия от Матфея, в 17 главе Евангелия от Матфея, на горе Преображения. Итак, мы с вами его не видели, но мы его любим. Почему мы его с вами любим? Да потому что мы с вами были возлюблены им, приняли его любовь, и Дух Святой произвел в наших сердцах невероятное действие благодарения, и мы стали любить Бога. Почему? Потому что мы стали познавать его характер, а его характер и природа удивительные. Он верен, Он любящий, и у Него желание в отношении нас только на благо, к возрастанию и к славе, и к похвале. Итак, которого не видев любите. Вот эта тайна, не видев любите, это в очередной раз подчеркивает реальность нашей веры с вами и присутствие живого Бога в наших сердцах. Это просто невозможно. Не видев любите. Ну ладно, там, Аристотель. Не видев, я люблю Аристотеля. Да я, если даже подробно было написано о нем, какой, как, что он мне, родственник, что ли, или что-то он там для меня сделал, и так далее. Но здесь мы видим совсем другое, что Дух Господень делает жизнь Иисуса Христа и Его присутствие реальностью в нашей жизни. «Которого не видев любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, аминь, веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную». Слово «неизреченную» обозначает то, что я просто наполнен радостью и не всегда могу облечь мою радость в слова. Аминь. Я просто открываю глаза утром, и я говорю «Доброе утро, Господь!» И в моем сердце есть радость, если кто-нибудь меня спросит, что ты такой довольный здесь у нас? И, да не знаю, просто мое сердце спокойное, со мной, Господь, «Я не могу облечь в слова мою радость». И также эта радость называется «преславная». Слово «преславная» – это радость, которая имеет славу в своей основе. То есть, моя радость, она светится. Моя радость имеет славу Божию. Мое лицо. Помните, когда Стефан в 6 главе книги «Деяния апостолов», когда он беседует с иудеями, они на него наскакивают, они задают ему там каверзные вопросы, а это как, а это как? И там говорится, что он отвечал на все эти вопросы, и никто не мог противостоять духу и мудрости духа святого. А потом в конце 6 главы написано, что они смотрели на него, а лицо его было как у ангела. Это означает, да сколько угодно, он наполнен радостью, и я не боюсь. И 7 глава книги «Деяния» он говорит, и потом, когда даже его побивают камнями, он смотрит на небеса и говорит, я вижу стоящего по правую руку. «Деяния настоящего» означает то, что Иисус встал со своего престола, чтобы в скорости принять душевно-духовное тело Стефана, которое выйдет из тела, побиваемое камнями, и встретить человека, который завершил свое поприще. И уверяю вас, что в жизни Стефана Царство Небесное было намного больше, чем все скорби, с какими он сталкивается. Итак, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою ваше спасение душ. Итак, 9 стих. Опять-таки, мы должны вам напомнить, что всякое слово, связанное с достижением, связанное с временным провежутком, который относится к спасению, это всегда будет относиться к нашей практической жизни. И об этом мы поговорим с вами на следующем занятии. Аминь. Благословенного вам дня. И пусть Господь ведет нас своими путями. Во имя Иисуса Христа. Аминь.